Дорогие друзья, с вами опять Сириканян Фэмили, рады вас приветствовать, и сегодняшнее наше видео будет начинаться веселее, так как записывать мы его будем с нашими соседскими детками, и мы здесь сейчас все вместе едем по делам, и к нам приехала красивая машина, ура! Дорогие мои, расскажите, куда мы едем? В больницу, ура! Правда не говорите, импровизируйте, ай! Друзья, и пока едем, я хочу рассказать вам, что мне очень нравится в этой нации, что люди между собой очень дружные, то есть вот наша семья, наша мама, мой муж и все их близкие очень дружат с соседями, вот на какие-то там, не знаю, нужно куда-то сходить, куда-то детей отвезти, друг другу помогают, садиков со школ забирают, даже сейчас вот просто в больницу мы едем с ними, ничего сложного там, просто нам кое-что надо сделать и им, и просто мы взяли чужих детей, грубо говоря, и поехали, и это очень классно, ну, и они, соответственно, нам тоже во всем помогают, и еще что самое приятное, ну, может быть, не самое, но одно из у них, если кто-то что-то печет или готовит, это, короче, печется на весь подъезд, то есть если я захожу в подъезд и слышу какой-то приятный запах, я точно знаю, что нам тоже дали, я бегу домой, и дома какие-то там, то пирожки, то тортики, то еще какие-то вкуснятины, обязательно жду, представьте, ну, по-моему, это гениально просто, это очень здорово, так наша вся бригада, ух, я упустила дверь, идет к врачу, мы пришли в какую-то клинику, так шипит, аааа, ужас, это вот сначала было вот так, от штанги, да? Нет, это выходы на турнике были. А, выходы на турнике, и сейчас все уже прижгли, это мозолька, да? Да, мозолька будет. И пройдет. Ну что, все подреставрированные, всем все сделали, прошло все очень быстренько. Все, машите все! А, все. Да, говори, покажи ручку свою. Там все ничего не видно. Все, молодец. Вот я что увидела, представьте, я не знаю, из чего это, из какой-то... Аааа, это из крышечек, от бутылок, с ума сойти, это гениально просто, просто кайф. Вот люди тут украшают, все просто невероятно, я прям кайфую. Я сначала не поняла, что это из крышек. Обалдеть. Обалдеть, как красиво. Вот только что администраторша взяла трубку и сказала к доктору джан. Почему всех называют джан? Всех подряд. Почему жена джан, девушка джан, доктор джан, в магазине продавец джан? Ну, в Армении джан это как либо милая, либо милый, в такой форме. Переводится, и люди как в более ласкательной форме говорят джан. Просто, то есть это реально нормально ко всем подряд, да? Я тебе могу сказать, джан, просто прошедшему, рядом человеку могу сказать, джан, это нормально. Все, понял, принял, спасибо. Как это называется, скажи. Эдгар, скажи. Сюда, громче, скажи. Тяги, это бархатные тяги. Это у тебя новые бархатные тяги, да? Да. Молодец. Красава. Здорово, друзья. Наш друг сегодня нас пригласил в ресторан Абу Акоп, называется. Мы вечером перейдем сюда, попробуем, что за кухня. Обязательно снимем, покажем и... Все расскажем. И скажем свои впечатления об этом месте. Да. Да. Еще что? Мы сейчас погуляем и потом приедем. Все. Всем приятного просмотра, хорошего дня. Лайкайте, ставьте лайкайте, подписывайтесь, комментируйте и нажимайте на колокольчик. Дзинь. Поехали. Ой, какой зеленый. Хадван. Вот это да. Вот это да. Мне кажется, мы еще тут не проходили. Но я могу ошибаться. Потому что мы каждый день столько ходим, если честно, что я уже даже путаю здесь, что... А тут можно пить водичку прямо возле цветочков. Друзья, кто не знает, в Армении нереально вкусная вода. Сюда все. Ой, какое дерево. Представьте. Наверное, не видно, но оно очень большое, огроменное просто. Обалдеть. Интересно, сколько ему лет. Опять девушка с красными волосами. И это не первая и не последняя, которую мы встречаем. Не знаю. Это, наверное, опять такая мода вернулась, что ли. И, друзья, опять будка, или не будка, как сказать правильно, не знаю, с цветами. Вы не представляете. Тут проходишь и просто стоит аромат на всю улицу. Еще и сирень продают. Это, конечно, не очень хорошо, что ее ломают для продажи. Но пахнет потрясающе. Друзья, проходя мимо такого красивого здания, я вам хочу сказать, куда мы едем дальше. Мы сегодня освободились пораньше и хотим заехать к нашей бабуле. Кто был внимателен, мы уже ее показывали. И мы, на самом деле, любим ходить к ним в гости. Они нас кормят, поят. Стою. Поэтому, если успеем, еще и отснимем вам тот райончик, где живут наши бабушка и дедушка. Да, дорогой? Обязательно снимем. Смотрите, как уже зелено у нас. Немножечко покажу вам райончик Бангладеш, если я правильно называю. Это район, где теперь живут наши бабушка и дедушка. И мы сюда уже часто приезжаем. Вышли прогуляться, чуть-чуть посмотреть, как тут на улицах. И мы просто прогуливались мимо, и я увидела, что это многоэтажка. И часто такое встречается, что армяне просто себе застраивают вот так свою территорию. Ну, типа, они решают, что свою, или это как-то законно. Я не знаю, но это так прикольно. Просто сделали себе такой свой частный дворик. И красиво мне нравится. Посмотрите, какой здесь новенький домик. Красивый, аккуратный, небольшой. Давай. Куда? Ой, какой красивый. Иди сюда. Ты серьезно? Да. Ну, пока я с тобой, можно. Иди сюда. Только потожди машина едет. Иди. Хороший. Сейчас он вас догонит. А, он с той стороны бежит еще и. Походу, не с какой-то игровых мальчик. Продажа манекенов. Серьезно прогрелся? Ну, конечно. А, что ты думал, они здесь выстроены? Блин, вышли на тротуар, тротуар закончился. Что такое? Смотрите, и как в центре, так и немножечко, отдаляясь от центра, очень много новых построек. Это, об этом можно с уверенностью сказать, что город расстраивается полным ходом. И будет становиться все больше и больше. Вот эта крыша красивая. И красивее, и красивее. Тут вообще такие очень красивые, достойные домики. Окна, посмотри. Какая-то элита. Ой, да, вообще супер. Прямо полузамок. Красивый такой райончик оказался. Мы так решили, может быть, мы не правы, конечно, что дома еще не заселены. Потому что... Ничего там нет нигде. Да, свет нигде не горит. Машин особо нет. И так одна-две машины проедут. Смотрите, какие дымища просто. Да, опять свет ели. Да, кстати, тут горит. Уже подошли, увидели. Очень красивый дом. И тут белый красивый. И тут тоже белый. На улице, я хочу тебе сказать. Вот этот белый. Это что вообще за царский подход? Кайфово. Оно еще строится, потому что забор, видно, не готов. Но красиво. Как интересно, а кто же все-таки живет в этих домах? Если вы вдруг знаете, пишите нам в комментариях и делитесь своим мнением об этом. Ну, а мы с вами давайте отправимся в ресторан армянско-либанской кухни Абу Хакоп. Так. Ой, у меня такое прям красочное. Угу. Ням-ням-ням, сколько всего. Итак, друзья, место очень тихое, спокойное. Занято буквально 3-4 столика. Это, на самом деле, очень приятно после мега-людных мест. Но здесь очень уютненько, все комфортно. И мы пришли сюда по рекомендации нашего друга, который сказал, что тут мега-вкусно. Он сказал, что слава. И мы его словам очень верим и надеемся, что нам все понравится. Поэтому смотрите дальше. Будем пробовать все вместе с вами. Вот так, все тихо-тихо и спокойно. Посмотрим, что это нам принесет. Это называется чикюфта. Чикюфта. Чесночный сон, отлично. Омус, мысок. Ням-ням-ням. И еще приправки дали всякие. А, это острое. Давай. Ага, в разные эти зеленушки и в чеснок. А, ням-ням-ням-ням. Так, вымешать, прям, как резнал. Да. С хлебушком. А? Да. Ням-ням. Я не знаю, что это. Я такое не ела. Вкусно? Я не понимаю. Это как сырой фарш какой-то. Да, сырое мясо. Да ладно. Да. Друзья, это мясо чикюфты. Сырое, чтобы вы понимали. Это очень вкусно. Это не вареное. Это просто сырое мясо. И реально это очень вкусно. Если вы будете в этом заведении, обязательно закажите, попробуйте. А я спросила еще тебя. Это нам ничего не будет, то, что мы кушаем сырое мясо? Ничего не будет. То есть у вас так, это какое-то ваше блюдо? Нет, это не в каждом ресторане можно найти, но это очень вкусно. Да, это очень классно. Прикольно. Бюрек с сыром. Бюрек с сыром. Понятно. Как расскажите нам, что это? Это тихо фрук или шашлык из говядины. Шашлык из говядины. Тоже самое куриное. Шиштаук называется. Шишнаук? Шиштаук. Благодарим. Шиштаук это означает курица. Ага. Шиштаук. А, шиш. На палочках жареный, типа как шашлык. Кайбушок. Нижнюю часть в сторону. Намазали с этим чесночным соусом. Туда мясо. Куриное мясо. Чуть горячее, заворачиваешь и кушаешь. Давай. Это очень приятное мясо с очень приятным вкусом чеснока и эмазонии и хлеб. Все, как ты любишь, короче, да? Прикольно. Я, друзья, только что попробовала вот эту сырную палочку. Там такая прям начиночка какая-то привлекательная, очень-очень вкусная. В общем, мы тут кайфуем. Смотрим, что скажет наш муженек. Горячее, но... Горячее, но вкусное, да? Тоже какие-то там такие сочетания вкусов. Сыр и с чем-то, но я не понимаю до конца, что там еще есть. Я должен малайку понять, что я чувствую. Я чувствую, все остальное нет. Угу. Угу. Уже какие-то специи классные. Берем хлебушек, мажем. Ставим мясо, поворачиваем и даем своей девушке, жене. Можешь, девушка, говорить. Теперь смотрите, это чудо природы мой муж сделал для меня. Поэтому вместе с вами торжественно... Ммм. Ой, а это вообще бомба. Ммм, бомба. Очень вкусно. Очень вкусно. Как вкусно. Белый продукт в Армении. Да. Угу. Это еще нам принесли, кедбаб с йогуртом. Сверху какие-то потрясающие орешки. Скажи. Давай. У нас сегодня либананская кухня. Мы были в ресторане Майрик, нам очень понравилось. И это заведение называется Абулакок. Тоже либананское. Очень вкусное. Очень такие народные армянские блюда, которые мы не кушаем в обычной жизни. А тут все это можно попробовать. Так что классно. Классно. Попробуй в лучом. В общем, я пробую все, что дает. Потому что если муж говорит на это, попробуйте вкусно. Тут просто запеченный лук и потрясающе вкусный. Это какое-то нечто, местечко, честно вам говорили. Армянин фуд. Бомба-ракета. У меня еще положили хумус и кебаб в йогурте. Я уже очень наелась, но я обязательно все попробую. У меня остался хумус. Если не дала договориться, извини. Я ж покраснела. Друзья, вот так перебиваю мужа. Потому что у меня вкусное блюдо. Я его уже попробовала. Укрой вам большой секрет. И хумус я когда-то раньше очень не любила. Это, оказывается, может быть очень вкусно. Быстренько покажу очень милую, хорошую официантку. И вам спасибо. Итак, друзья, мы очень вкусно покушали. Нам очень понравилось. Мы обязательно сюда вернемся еще не разочек. Но на этом ничего не заканчивается. У нас еще будет десерт. Мы хотим попробовать тут десерт, так как все очень вкусно. Мы сейчас попробуем десертики и покажем, что мы попробуем. Гоу? Да. Ой. И мороженое. И мороженое еще. О май гад. Арабское мороженое. Арабское мороженое. Пробуй. Давайте, спасибо. Пробуй. Я проб, да? Давай. Поверни камеру. Смотрите, какое густое мороженое. Просто я такого не видела никогда в жизни. Просто тянется. Давай. Чай пробует? На, пробуй. Я тоже. А если так? Как мы любим делать? Кушать мороженое с этим. С чем? Вот с этим. Я забыла, как назвать. Ой, там орешки разные. Там с фисташкой. С фисташками, да. Поехали. Вот же мороженое. А ты не хочешь оттуда? Нет, я хочу. Это не мороженое. Мороженое, то же самое мороженое. Да, именно. Вот ты даешь. Я не хочу с этим. Дамбуль. 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 Тамбов. Тамбов. Тамбуль. Дамбуль. 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 Конец. С отцепи. Вот эта сладость? Да. С сыром, короче. С сыром? То есть она соленая? Нет, она не соленая. Ты не чувствуешь соль. Ты чувствуешь вкус сыра. Да ладно. Да, такой прикольный вкус. Со сладостью, да? Да. Очень кайф какой-то. Ладно, давай мне. Попробуйся. Быстро давай мне. Ой, друзья. Я ем эту штучку. Во-первых, она такая какая-то супер сочная. И там действительно вкус сыра. С чем-то, с каким-то мягким пропитанным коржиком, тортиком. Я не знаю, как правильно. Коржик, да? Да. Есть такое слово у вас? У нас тоже есть. Коржик. 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 Не так? Хочу вам близко это показать. Друзья, это какое-то потрясающее сочетание. Вот честно. Зуб даю. Обязательно приходите сюда это попробуйте. Они мне говорят, не ропе. Не ропе. И положили еще. Под одеяльник еще положили мне сверху на эту красоту. Вы это видите вообще? Так, и как нас попросила наша одна учительница. Все, мы снимаем счет. Счет у нас 62 тысячи долларов. Напишем сколько. Спасибо. Ну что ж, а у нас на сегодня все. Мы от души благодарим всех за просмотр, за ваши комментарии, лайки и подписки. Будьте с нами. Всего доброго.